Ура! Илья готов! Илья Бурнастов, давайте же его поприветствуем! Всем здрасте! Молодой, талантливый шеф, 2014 года, отвечает за кухню флагманского проекта Итальгрупп Кус-Кус ресторана Бестро. Илья, ты тоже специалист по авторской кухне. Хоть итальянский ресторан, но кухня авторская, не итальянская у тебя. На первом этаже, да, моя авторская кухня, то, что я придумал, сочинил, можно так сказать. А на втором этаже нестандартная, не классическая итальянская кухня, которую тяжело где-то найти еще в Санкт-Петербурге. И на втором этаже бренд-шефом является Валентино Бантемпи. Он приезжает нам раз в месяц, а все остальное время, пока его нету, его правой рукой являюсь я. Каково это? Каково быть правой рукой итальянца? Как это? Расскажи. Ну, нормально. В двух словах. Жесткий человек, но в принципе все в порядке. Но если он тебе доверяет, значит ты уже достаточно овладел их секретами. И скорее всего у тебя, как говорят итальянцы, у них оливковое масло вместо крови, да, может быть? У них белое вино вместо крови. Белое вино. Версии разные оказывается все-таки. Хорошо, Илья, сегодня ты будешь готовить авторское блюдо, свежий тунец с имбирным мороженым и попкорном из гречи. Да, все верно. Вау, я это запомнила. Это блюдо можно... Ну, я буду сегодня готовить два блюда, и эти два блюда можно попробовать в Гус-Гус Бескрон на первом этаже. Вот. Одно блюдо мы запустили относительно недавно, оно в спецпредложении, а второе, черный ризотто, уже давно пользуется спросом и успехом. Поэтому я сегодня тоже покажу, как оно готовится. Черный ризотто – это второе блюдо. Да. Начнем мы со свежего все-таки тунца. Да, давайте изначально просто расскажу, что мы будем использовать для приготовления этого блюда. Ну, соответственно, свежий тунец. Свежий тунец, все видят. Потом у нас будет попкорн из гречи. Попкорн заранее готов? Да, я подготовился заранее, потому что куча сложных технологических процессов, и очень много времени все это бы занимало. Вот, поэтому взял гречи, перебрал ее, промыл, просушил, и после этого отправил во фритюр, и она взорвалась, там получился такой хрустящий попкорн. Почему именно из гречи попкорн? Кукуруза традиционная. Ну, это традиционная. Это первое правило авторской кухни, нетрадиционно использовать приемы, да? Да. Ну, конечно, надо удивить. Да. Так. Дальше мы будем использовать имбирь. Имбирь, как сейчас модно, наверное, говорить, принято в двух текстурах. Первая текстура – это чипсы. Чипсы из имбиря. Я просто очень тонко нарезал имбирь. Какое-то небольшое количество времени проварил его в сахарном сиропе, после этого высушил. Вот. А вторая текстура – это мороженое. Мороженое из имбиря. Сегодня попробуйте, если кто-то никогда не пробовал. Мороженое из имбиря кто-нибудь пробовал? Поднимите руки. Один, два, три. Четыре. Но вы все-таки знаток кухни разных. Так, четыре человека. Отлично. Замечательно. Всем остальным сегодня повезет. И повезло уже заранее. Вот. И все это вместе будет у нас со свежим тунцом, который будет переправлен легким салатом из кинзы и свежего огурца. Вот. Вау. Хорошо. Все вроде бы просто, но сочетание вкусов должно быть вкусно и непросто. А какое должно быть сочетание? Пока мы начинаем с тунцом разбираться, вот что должно получиться в итоге? Какие впечатления и эмоции мы должны испытать? Должно просто понравиться. Должно быть вкусно. Очень, да. Просто. Очень просто. Если не нравится, лучше не готовить. Значит, не получилось. Если понравилось, значит, все здорово у нас. Но на всякий случай давайте запоминать. Начинаем мы с разделки тунца. Да, мы нарежем тунец небольшими кусочками. Сейчас на всех нарежу, чтобы всем хватило. Всем? Точно? Да. Ну давайте рассчитаемся на... Давайте посчитаемся. На первый, второй. Проблема в том, Илья, что к нам люди еще присоединяются. Что мы будем делать, не знаю. Бежать. Да. Хорошо. Я думаю, что пока можно расставлять. Мы приглашаем на сцену волшебниц-помощниц для того, чтобы уже заранее готовить дегустационные порции. Спасибо. Итак, мы режем тунец. Как хотите, хотите. Кругляшками, кубиками. Я такими небольшими кусочками. Но ведь форма тоже влияет на вкус. Да? Нет? Говорят по-разному. Но если я этот кусочек отрежу вот так и отрежу вот так, я думаю, что... Но ведь если мы его будем жарить, а вдруг он по-разному... Хорошо. Не важно, как резать тунца. Итак. Главное, чтобы удобно было кушать. Сейчас мы просто режем некоторое время. А пока мы просто режем, расскажи, пожалуйста, где ты учился, у кого учился. У того самого итальянца или... Ой, с Валентиной я вообще один год всего лишь работаю. Вот. И... А так я учился, заканчивал в лицей профессиональный. У нас в Питере очень есть такой... Ну, мне кажется, каждый третий повар, который работает в Санкт-Петербурге, заканчивал один и тот же лицей. Вот. Ну и все, закончил в лицей, пошел работать и дальше... Пошло-поехало. Вот так звучит всегда, да? Стоит на сцене звезда. Говорит, ну что, ну я отучился в лицей и пошло-поехало. А вот все-таки как же оно так пошло-поехало, чтобы ты стал тем, кем ты стал сегодня, уже именитым человеком? Как-то? Нужно много работать. Не бояться и много работать. Как бы... Просто так ничего не бывает, поэтому нужно чего-то добиваться в жизни. И ничего не делай, ничего не добьешься. На чем ты больше всего работал, когда учился и шел по своему пути кулинорному? На чем я больше работал? Ну вот на чем? Больше всего? Может быть, ты что-то отточил специальное, изучал? Нет. Нет. Нет? Ничего особенного. Просто нравилось. И хотелось стать поваром. Впоследствии шлейф-поваром. Вот и все. Кроме собственной авторской, есть ли у тебя какая-то любимая кухня национальная? Точно не итальянская. Не итальянская? Нет, все. С Италией хватит. Так. Азиатская кухня очень хорошая мне. Суши люблю. Суши. А мы будем готовить тунца? Нет. Свежий. Он будет сырой, свежий. Свежий, да. У нас будет имбирь, поэтому, если кто-то боится ест сырую рыбу, не бойтесь. С имбирем прокатит так. Для этого имбири существует. Для нашей безопасности отчасти. Ну вот, мы режем, нарезаем кухнические тунца. Ветер, ветер, ты могуч. Угони же тучи. Так. Сгони куда-нибудь. Ты что, еще подрежем? Так. Итак, пока мы сделаем тот самый легкий салат, о котором я говорил. На самом деле, для этого потребуются очень простые вещи. Я заранее разобрал кинзу. Помыв и разобрал ее на листочке, чтобы без стебельков, только листики. Вот. И сейчас тонко нарежем огурец. Он придаст немножко свежести нам. Заправим небольшим количеством оливкового масла. Солить не будем. Только оливковое масло? Да. А почему? Ты считаешь, что не надо солить? А мы все остальное вместе будем. Все остальное будем солить. Хорошо. Ну и все тоненько режем. Интересно всегда, лично мне, я не знаю, наверное, всем, кто здесь тоже, каким образом у автора рождаются сочетания разных продуктов. Кто-то нам вчера вот рассказывали, что иногда ночью приходит такое вдохновение, какая-то вдруг эврика случается, кто-то за рулем вдруг понимает, что надо лисички с щавелем смешать. А у вас? Я не знаю. Я не знаю ответ на этот вопрос. У вас авторская? Авторская. Вот, хотя бы да. В этом мы уверены. Так. То есть вот тоже это на интуитивном уровне происходит? На интуитивном уровне происходит? Ну да. Хорошо. Мне кажется, надо... Простите? Что мы готовим? Мы готовим свежего тунца с имбирным мороженым и попкорном из гречи. Да, конечно, конечно. Немножко терпения. Немного терпения. Вот аппетит пусть разыгрывается, но просто чуть-чуть. Кого нельзя жарить? Мороженое? Мы разве будем жарить мороженое? Так нет. Мы вообще, мне кажется, ничего жарить не будем сейчас. Сырой тунец и холодное мороженое. Так, где наши помощники? Где? Волшебницы, помощницы, пожалуйста, пусть ветер принесет вас к нам на сцену. Илья очень просит. Сейчас. Я уже просто почти готов, и я думаю, все хотят попробовать. Все хотят попробовать. У нас в гастрономическом театре, видишь, какая ситуация. Здесь можно не только попробовать, но сначала все-таки узнать, послушать. Бонус. Может быть, у кого-то какие-то вопросы есть, вы можете задавать, не стесняться. Есть специальные вопросы? Повтори, пожалуйста, Илья, как ты делаешь попкорн из гречи в домашних условиях? Ну, в общем, в самом деле, дома тоже можно сделать, только если есть фрик-покур. Но можно и растительное масло там налить в сотейник, поставить на плиту. Просто нужно быть очень аккуратным. Хорошо, да. Будет взрываться, сбрызгаться. Поэтому лучше дома не делайте. Все-таки в ресторане есть специальная техника, которая упрощает этот процесс. Расскажи, много ли, в принципе, заготовок вы делаете в ресторане, чтобы вот такие интересные блюда вовремя подавать гостям? Ну, приходится, да, конечно. А из, так сказать, из-под ножа многое не приготовишь. То самое попкорн из гречи ты не будешь готовить каждый раз, когда у тебя там вышел заказ. Бегать к фритюру, жарить небольшое количество гречки сырой. Ну, как это обычно происходит? В каком количестве, кроме попкорна, что еще? Ну, все то, что занимает очень много времени, ну, длительный процесс, те же самые чипсы из имбиря. Ну, чтобы их сделать, нужно, наверное, один час времени, потом еще целая ночь, чтобы они высохли. Вот. Можно ускорить процесс там всякими агрегатами и так далее, но мы просто раскладываем их на какую-нибудь, на плоскую поверхность, и они лежат и стопнут сами по себе. Это вот как раз все заготовки. Вот такие изящные дополнения, это заготовки. Да. Каша лучше на воде или на воде? На воде. Каша лучше на воде. Болезни на воде. На воде? Нет. Без сахара, только соль чуть-чуть. Еще вопросы? Еще. Больше. Больше многих народу, почему-то фасоль на плечной, а вот не надо. Больше, пожалуйста. Ну, я кладу фасоль. Красный и консервированный фасоль. Консервированный, да. Ну, соответственно, она готова уже. Ну, все-таки мы сегодня не готовим борщ. Нет, нет, мне кажется... Как жарить картошку? Как жарить картошку? Расскажи. Пока мы ждем. Могу показать, как огурец резать. А не картошку жарить. Ты умеешь быстро резать огурец? Ну, в данном случае, я лучше поберегу свои руки. Так. Сушить домашних условий. Лучше не делать их домашних условий. Где же наши волшебные помощницы? Илья говорит, что он почти готов к тому, чтобы сделать 50 мисочек дегустационных. 50 ли? 50 ли, не знаю. Сейчас его несет. Илья, вот сегодня принято, да, и о тебе говорят, как именно о шефе уже с авторской кухней. Ты сам как считаешь, что необходимо, чтобы кого-то вот уже в этот ранг вознести? Вот это шеф с авторским подходом, у него авторская кухня, не какая-то там итальянская, французская, вот авторская. Что нужно сделать? Вот что это, что позволяет-то говорить о человеке, о поваре, о шее? Ну, мне кажется, позволяет то место, да, в котором шеф поставил свое меню, свое видение меню. Когда он лично сам своей головой придумал все это, приготовил. И я думаю, что можно об этом говорить после того, когда уже люди походили и начали говорить положительный воздух. То есть, когда эта еда уже начинает нравиться людям, тогда можно сказать, что да. Это, получается, блюдо, которое придумано и опробовано. Ну, которое, по слову, масса, да, и приобрело жизнь, так сказать. Что нам сейчас необходимо еще сделать? Я подготовлен, готов выкладывать ненужные штучки. А мы готовы их удерживать. Давайте будем расставлять. Расскажи теперь немного все-таки о рецепте. Вот здесь сырой тунец, свежий. Да? Сейчас мы его немножко приправим черной солью. Почему именно черной? Она вкусная. Черная соль, да. Костромская. Костромская, та самая? Да, да, да. Которая обжигает в печи. Естественно, черная, она за счет еще той золы, которая была в печи. Поэтому она обогащается и так далее. Это такая древняя традиционная технология приготовления соли, действительно. Полезная соль. Но ее редко сегодня встретишь, так вот, в кухне. Ну, не в каждом магазине она продается, да, она на ИПСЕ, если постараться, может. То есть проблемы не составят. Илья, для вас вопрос, для слова. Сукушку или сухие, или сухие, или сухие, что полезнее? Что полезнее? Я не знаю, что полезнее. Там уже как больше нравится. Нравится рассыпчатый, берите длинный, нравится круглый. Ой, нравится липкий рис, берите круглый. Если вы хотите сделать дома авторскую кухню, то вам решать, какой рис использовать. Сделать из гречки плов. Вот он, авторская кухня. Так, распределяем кусочки лосося по нашим чудесным мисочкам. Отлично. Дальше. Еще. Дальше ждем. Черную соль. А почему все-таки именно черная соль? У меня уже привкус есть такой очень интересный. Ну, вот именно этот привкус нам нужен. Вот именно из-за него, да? И цвет черный с красным. Красиво. Красиво, безусловно. Два в одном. Поэтому. В Костроме черную соль берете, Илья? В магазине в Санкт-Петербурге. В Петербурге. Но я думаю, что оттуда может быть есть. На самом деле, я не знаю, можно название магазинов произносить? Это не реклама или что? Меня не накажут за это. Накажут. У нас организаторы. Накажут, поэтому не буду говорить. На какой улице? Да не могу я сказать название магазина. Если Пункт не хочет раскрывать секреты, мы не можем настаивать. В супермаркетах не во всех продается черная соль. Ее можно найти действительно в городе. Да, это вот такой способ приготовления, он создает черный цвет. Ее обжигает. Вот это делаем и все. В печах. Илья, соль. Соль, отлично. Чуть-чуть черной соли добавляем. Каких правил ты стараешься придерживаться у себя в ресторане, когда меню создаешь? Есть какие-то вот такие твои личные фишки, закономерности? Хорошие продукты должны быть. Хорошие продукты? Качественные, да. Не стоит, чтобы ты изобретаешь из некачественного продукта. Определенные последствия. Хочешь рыбу мясные или и того, и другому должно быть? Та же самая гречка может быть некачественная. Ветер. Опять ветер. Так, вот мы солим тунца. Посолили. Чуть-чуть перца сейчас добавим. Потом оливковое масло. Что еще? Вы готовите окрошку, Илья? На воде. На воде? Да кто больше нравится к вас на самом деле? Вы можете купить 10, так это дело вкуса, вы можете купить 10 разных бутылок и выбрать то, что вам нравится. Я думаю, что если Илья согласится, да, то мы можем все вопросы вот хотите по списку передать, чтобы сейчас все-таки рассказать о том, как готовится именно это блюдо. И следующее, у нас ведь есть еще сюрпризы для вас. Да. Расскажи оливковое масло, то есть все-таки из итальянской кухни тратится. Ну конечно. Как только этой крови у меня тоже есть теперь. Теперь есть. Но ты, кстати, так и не рассказал. Итальянскую кухню, значит, ты не любишь. А какую любишь? Не просто азиатское направление. Вот есть что-то твое любимое блюдо? То, что ты вот не можешь ни съесть, когда видишь где-то. Не знаю, я сметану люблю просто. Сметана. Могу с хлебом ее есть просто и все. Сметана. Это очень вкусно, на самом деле. Что? Что-то тоже любит сметану с хлебом? Без хлеба. Без хлеба. Хорошо. Без хлеба, да. Ты говоришь, что сейчас интересно тебе тоже азиатское направление, восточное. Правильно, запомнил? Да, да, тоже что-то там. А что там самое вкусное, на какой взгляд? Морепродукты во всяких разных соусах и так далее. Лапша, конечно же. Так, ну что? Сейчас заправим салат немножко. И будем выкладывать. Салат заправляется... Чуть-чуть оливковым маслом, чтобы слуха не было. Но немного. Заливать не надо сильно. Да, да, да. На самом деле, очень хорошее вкусное сочетание кинзы и огурца, кунца. И имбиря получится. На самом деле, если хочешь, ты можешь помочь мне. Да, конечно. Кинзы со мной. Давай. Скорее всего, чипсы. Кинзы. Огурец, да, ты выкладываешь, но по одной, по две штучки чипсов. По одной, по две. Так, много. Ну, давай по одной. Хорошо, скажи, пожалуйста, берешь ли ты учеников? Уже. Учеников? Да. Никто не просился ученики еще. Не, ну, когда приходят... Тогда есть шанс. Когда приходят люди, ну, когда ищешь персонал, и человек приходит к тебе и хочет работать, то волей-неволей все равно, ну, те нужны человек, которые будут работать на кухне, ты его обучаешь всему, тому, что ты готовишь в своем ресторане. На твой взгляд, чему сложнее всего сегодня научиться? Есть ли вообще что-то, чему сложно научиться вот в кулинарии в истерном мире? Любить работу. Любить работу? Да. Чуднее всего. И этому не научиться, мне кажется. То есть все остальное можно? Очень много, к сожалению, людей, да, которые мы все делаем ради денег. Ну, типа. То есть, вот, я не знаю, как бы, я бы вышел, поработал бы и деньги в него взял, да, на что у меня такое отношение к работе. Но в любом случае деньги всем нужны. Вот, но первое должно быть желание работать, желание чему-то научиться, потом желание чего-то достичь. Желание накормить людей. Ну, да. Желание провести мастер-класс. Илья, еще когда ты готовишь, ты так анализируешься, ты доедешь или ты до детей пробовал? Я, ну, много пробую, но мало ем. Какого-то здесь поворачиваешь, да? Я не могу за всех сказать. Еще часто спрашивают, готовишь ли ты дома? Нет. Бываешь ли ты дома? Я редко бываю дома, вечерами обычно, и ем я мало дома. И готовлю я тоже мало дома, потому что, к сожалению, пока-пока. Так, все верно? Да-да-да, выкладывай. С чипсами? Да, с чипсами все верно. Выглядит очень все так, знаете, по-летнему, свежестью. Сразу здесь вот пахнет. Ой, хорошо. Да, кинза аромат хороший дает, очень. Как ты придумал? Да хотел что-то сделать из кунца, на самом деле. Я просто посмотрел на меню, понял, что не хватает ассортимента, нужно что-то придумать. И у меня есть, ну, как бы, у меня есть другие блюда из кунца в ресторане. И я думаю, что почему бы на первый этаж не сделать что-то из кунца. И начал отталкиваться от того, что, ну, много где мы видим сашими, татаки и все остальное. И классическое сочетание это имбирь, тунец, да, соевый соус. Начал от этого отталкиваться, подумал, просто имбирь неинтересно, нужно что-то думать. У меня просто в ресторане есть тартар из говядины с мороженым из горгонзолы. Я подумал, почему, ну, и людям нравится, я подумал, почему бы мне сделать что-нибудь еще с мороженым, как бы, ну, если это нравится. Ну, и все. Имбирь есть, мороженое делать умеем. Сделали мороженое из имбиря, нарезали тунец и уже дальше думали, чтобы нам добавить такого, чтобы это усилить вкус, сопроводить его и так далее. Добавить туда вкусные скречи, что нас понравилось? Ну, это, наверное, тенденции всякие разные, удивить для удивления. Но, на самом деле, сейчас попомните, это вкусно. То есть, не только, чтобы сказать там «Вау», но это еще и очень вкусно. Какой ты... Может быть, вы слушали классическую музыку? Нет, я был в запаре. Вот она, правда, жизнь. Я был в запаре, что-то отдавал, что-то делал. Думал о том, что нужно делать какой-то список предложений, обновлять меню, чем-то удивлять. Для тех, кто не в курсе, как часто вам приходится обновлять меню? Как часто нужно вот так вот вдруг придумать, даже если ты в запаре, новое блюдо? Ну, я думаю, что пару блюд-то в полтора месяца, там, в два месяца можно сделать. Мы не говорим о новом меню полностью, а буквально два-три блюда. Ну, три блюда в два месяца, вот так вот. Мне кажется, это вообще не много. Илья, ты можешь просто мороженое делать и как же, а где на молоке? На молоке. А Илья рассказала вообще рецепт мороженого? Нет, про мороженое не рассказала. Нет, еще, вот, Илья. Давайте. Значит, как раз дело дошло до мороженого. В общем, для того, чтобы сделать мороженое, мы взяли фреш-имбиря, мы взяли молоко, немного сливок, взяли глюкозу, взяли сахар, взяли желтки. Вот. Все это превратили в такой крем, заварили желтками. После этого заморозили, есть специальный агрегат по Каджет. В нем потом взбили мороженое, и вот оно получилось. Все, я выкладываю мороженое, оно чуть подтаяло сейчас. Если я сейчас правильно понимаю, то сверху как раз идет попкорно с гречами, да? Да, ты можешь за мной идти и буквально по чуть-чуть. Можно прийти в ресторан Гус-Гус. Большая, конечно, дом 27. И можно спросить, позвать чего-то повара, я обязательно подойду. Я и так часто выхожу в зал, общаюсь с гостями. И тогда вы расскажете про борщ в том числе. Если будет время, про борщ в том числе. Ресторан Гус-Гус готов принять такое количество новых гостей? Гостей. И вы на то, что там будет много гостей, да? Лично. Угощаю вас здесь, а там будете вы себя бабывать. Достаточно так? Есть какие-то правила по раскладке попкорна? Не борщить. Ага, хорошо. Единственное это правило. Нет, ну все хорошо получается, замечательно. Мне, конечно, сейчас больше всех везет. Я понимаю, можете немного позавидовать. У меня такой мини-мастер-класс индивидуальный. Очень приятно работать рядом с шефом. Наши помощники, помощники наши. Помощники, волшебницы, помощницы. Вот. Они уже здесь, мгновенно. Вот. Первую партию можно уже начинать. Сохраняем спокойствие, остаемся на своих местах. Подносы выходят в зал. Да, чтобы все понять, вкус нужно. Не подносы. Попробовать все вместе обязательно, да? Немножко тунца, немножко мороженого, салатик. И тогда у вас будет полная картинка. А на ком ты отрабатываешь новые блюда? На повара. На поварах? На самом деле это... Есть те, кто отказывается пробовать? Нет. Все пробуют. Самое главное понимать и... Самое главное честность, на самом деле, в этом вопросе. И я благодарен своим поварам, ребятам, которые со мной работают. Потому что если ты готовишь и даешь пробовать, и люди говорят, что просто да-да-да, вкусно, потому что ты их шеф, то это неправильно. То есть тебе нужно слушать критику, и ребята не боятся меня критиковать, за что я им благодарен. Критика очень помогает. Кландон, он вот то же самое говорил, да, что на самом деле повара любят частность. Лицей. Лицей в Сербургском. Кулинарный лицей. Все очень просто. Путешествовал ли ты по разным странам и континентам, как делают часто... Нет, в плане работы, к сожалению, пока я еще никуда не ездил, вот, я думаю, что это все впереди. Но есть ли у тебя какой-то топ стран, которые ты, в первую очередь, хочешь именно для развития посетить? Ну, наверное, Италия. Испания. Сначала Испанию. И в Эстонию я хочу. Но это и близко, и там действительно есть... А почему именно Эстония? Что там? Крутые рестораны там, хорошие. Я сейчас название даже не буду говорить. То есть вот профессионалы, шефы путешествуют уже даже не столько по странам, сколько иногда по ресторанам, да, чтобы у кого-то конкретно поучиться? Ну, вот целенаправленно едешь, да, в то место, которое тебе симпатично, по кухне, по духу, то, что там готовят и так далее. Ну что? Почти, почти готово все, подожди, я с попкорном. Кто-то уже... ага, ага, уже все пробуют. Давайте, говорите... Ну, поделитесь, пожалуйста, мнением. Вы же знаете теперь, что это очень важно даже для шефа Звездного, услышать, как вам, понравилось или нет то, что он приготовил. Громче, громче. Имбирное мороженое. А все остальное? А все остальное? Спасибо. Можно и без кинзы. Да, я их... сначала имбирь я нарезал тонко и его варил 5 минут в сахарном сиропе. Оставайтесь, пожалуйста, на своих местах. Все, как ко всем, я надеюсь, подойдут. Все секреты раскрыли вы нам, скажите честно. Нет. Нет, не все секреты. Но, чтобы изучить лучше, что готовит Илья Бурнасов, я думаю, стоит прийти в ресторан Гус-Гус и попробовать все остальные его шедевры. У нас... У нас еще одно блюдо, да? Да, 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 все верно. Сейчас объявляю блюдо, я к этому могу рассказать. Черное ризотто с крапом и сельдереем. Все правильно, сейчас будем... Настраиваемся на черное ризотто. Немножко итальянской кухни в моем видении. Скажи, пожалуйста, есть тоже такое расхожее мнение, что невозможно правильно приготовить, например, итальянскую кухню, если ты не итальянец. Вот что скажет ты шеф итальянского ресторана, помощник итальянца? Потому что, когда я готовлю ризотто, я итальянец. Вот так. Поэтому все просто так. Тоже. Будем использовать рис, специальный рис для ризотто. Я его немножко приготовил, так сказать, подготовил к ризотто, потому что у нас не так много времени. Если готовить из сырого риса сразу же, будет очень долго. Но это не готовый рис, ни в коем случае. Просто я обжарил его с чесноком, шалотом, на оливковом масле. Добавил немножко белого вина. И в этот момент, когда вино выперлось, я его снял. То есть он просто насыщен вкусом и немножко приготовился вообще на 1 мм сверху. Вот. И дальше мы... Так, поехали. Риз. После этого у нас... Почему ризотто черное? Это потому, что мы туда добавляем чернила каракатицы. Вот. Чернила каракатицы у нас в таком свежем, настоящем виде. Чернила каракатицы вроде бы уже... Как нет. Такой традиционный продукт, но все же, как с ним работать, ты объяснишь, да? Просто брать и добавлять, чтобы было черное. И все. Краска? Да, на самом деле используют где угодно и делать то, что угодно. Можно печеньки сделать черные, если вам нравится черный цвет. Можно, я не знаю, молочный коктейль. Черный. Все дело в микрокаракатице, да. Все, что угодно на самом деле. Дело вкуса и дело выбора. Так, мы начнем? Начнем? Да, да, давай начинать, конечно. Итак, разогреваем мы сотейник. Берем немножко оливкового масла. Мы будем готовить ризотто на овощном бульоне. Я заранее его поставил. Да, пока мы готовили первое блюдо, болтали овощной бульон. Смарился как ненавязчиво, незаметно. Да, 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 на самом деле я забыл вообще напрочь все овощи для овощного бульона. И буквально за полчаса до начала побегал тут по корнерам, пособирал. Вот, и спасибо всем, кто угостил меня овощами для овощного бульона. Тут морковка нашлись. Да, все-таки коллеги, они всегда коллеги. Они поручают, да. Я, кстати, видела еще тележку с арбузами где-то на подкорте. Она еще жива. Да, отлично. Итак, рассказывай. Итак, мы сейчас обжариваем рис. Уже сказал, что здесь есть белое вино. Если вы будете делать дома, то давайте с самого начала. Оливковое масло взяли. Немножко разогрели, оно не должно гореть, не должно дымить. В последний случай все его полезные качества, вообще вкусовые, исчезают. Это можно выкинуть. Режем мелко лук, чеснок. Обжариваем все до слегка золотистого цвета. После чего добавляем рис. Рис тоже должны обжарить, чтобы он прогрелся. После чего тут наливаем сухое белое вино. Сырое рис, все верно. Налили белое вино. Выправили его. И дальше начинаем готовить, постоянно подливаем горячий бульон. Почему горячий? Потому что ризотто, когда я готовлюсь ризотто, оно всегда должно кипеть. Должно быть небольшое количество воды, слегка скрывать рис. И каждый раз оно должно кипеть. Поэтому, если вы будете наливать холодный бульон, воду, все что угодно, у вас будет остывать, заново нагреваться, кипеть. Потом опять добавили, опять остывать и так далее. Всегда добавляем только горячее. Сейчас тоже нагреется. Смотрите, все зависит от того, какое ризотто вы готовите. Готовите вы ризотто с креветками, возьмите рыбный бульон. Готовите ризотто, я не знаю, с артаром из говядины. Или там с курицей, я не знаю, с чем угодно. Возьмите там куриный бульон. Но я взял овощной, на овощном бульоне можно любое ризотто готовить. Более нейтральный? Да. Почему? Да? Ну зачем использовать воду, когда можно использовать насыщенную воду овощами? Да, это будет интереснее, безусловно. Так, обжаренный, прогрели лист. Совсем немного прогрели и сразу бульон. Ага. Немного и чтобы он сразу закипел. А в какой момент ты, когда готовишь ризотто, перевоплощаешься в итальянца? Я уже итальянец. Все? Что-нибудь на итальянском? Ну а если все-таки пытаться это объяснить, я уже итальянец, поэтому я вот так помешиваю. Вот что надо знать, что надо чувствовать? Надо уметь ругаться на итальянском языке. Покажи, пожалуйста, как это. Вроде я не буду ругаться. А есть же цензурные какие-то на итальянском, эмоциональные? Не знаю. Нет? Давай. Я не знаю итальянского, так хорошо, чтобы на нем ругаться, поэтому спрашиваю. Я вот скажу, а лора, и так. И так, а лора. Отлично. Закипел у нас ризотто, добавим еще много бульона. Добавим. А? Еще раз. Полчаса? Ну нет, я думаю, что мы сейчас минут 15 кг готовим. Нет-нет. Да, быстрее еще. Вот. Закипел бульон, и вот сейчас, вот в этот момент мы добавим чернила каракатиса. А! Кто? Это острый имбирь там был. Имбирь острый, а соль соленая. Да, вопрос есть? Рис. Какой рецепт, кстати, забыли? Арборио. Да? Арборио. Мы сейчас не акцентировали самый такой любопытный, лично для меня момент, может, потому что я никогда еще не пробовала, вот просто добавили ложку чернил. Да, просто добавили ложку чернил. И теперь у нас все черное. Да, все черное. Черное как... Куда? Да не все добавляют, я не добавляю. Но это просто тут, в этом блюде итальянского одно слово, ризотто. И все. Ну, как бы... И эмоции итальянские. С изюмом, ризотто. Подождите, пожалуйста, давайте все-таки позволим Илье рассказать сейчас про это блюдо, а потом, может быть, останется несколько минут для такого опроса. Блиц. Блиц, блиц опроса, хорошо? Итак, ризотто. Можно изюм, курагу, все что угодно. И чернилами каракатиц подкрасить. Да, и тогда у вас получится рисовая каша с чернилами каракатицей и изюм. Заходите, заходите, нам здесь предлагают курагу чернилами каракатиц. Это очень интересно. Не проходите мимо. Илья. Да, в общем, сейчас мы просто готовим, готовим, готовим и разговариваем. А, я пока разговаривал. Мы делаем черное ризотто классическим способом, да, готовим его. А сверху... Я вижу волну. Я слышала, что должна быть обязательно волна в ризотто, да? Да. Ризотто должно всегда кипеть, нельзя его снимать с огня. И приподнимать тоже. Когда приподнимаем, не греет и не кипит. Все понятно. Не трогаю. Просто не трогаю. Вот маленький секрет. Только что так вот мы... Чтобы создать волну, лопатку взяли и создали волну. И все будет здорово. Ну и ладно. Ну и ладно. Я не плачу. А вы оценили, кстати, нашу технику, Илья? Холодильник с МЭК. Да, мороженое не растаяло. Здорово. Вот. Я очень рад. Это, между прочим, итальянская техника. Друг фестиваля. Так. Вы на работу еще подарили? Я холодильник. Я бы ему с удовольствием подарила холодильник. Но, к сожалению, он не мой. Илья, что ты хочешь? Сейчас Илья расскажет. Илья, крабы. Сейчас расскажу, да. После волны вернемся. Так, ризотто. Правильно варим. Да, она готовится, готовится. Мы в это время сделаем салат из краба и сельдерея, который потом положим сверху ризотто. И украсим все это пеной с пармезаном. Итак, сначала в стружках сделать салат. Взяли стиль сельдерея, тоненько нарезали соломочку. Я его положил в воду, чтобы он не засох. И в воде он немножко скручивается, становится немножко красивее. Вот. Взяли я камчатский краб. Вареный. Был заморожен. Ну, вареный мороженый камчатский краб нам возят в Санкт-Петербург. Его разморозил. Вытащил косточки. Если сейчас просто разбираем его на волокна, поменьше, так вот делаем. Вот. Потом смешиваем с сельдереем, заправляем оливковым маслом. Солью заправлять не будем, потому что чернила карпатиса очень соленая. Мы даже ризотто солить не будем на самом деле. Вот. Немножко оливкового масла, это будет достаточно, и черного перца. Вот. Это все выложим сверху на ризотто. Как уже говорил, украсим пеной из пармезана. Пеной из пармезана. Следующий этап. Тоже. Для пены... Для пены из пармезана мы взяли молоко. Пена из пармезана. Пармезан. Но тут еще нету пены, мы сейчас будем взбивать блендером, чтобы она появилась. Вот. Взяли молоко, пармезан и добавили туда, для того, чтобы у нас была густая пена, и она держалась, пузырьки не лопались. То есть, мы добавили туда пищевую добавку, абсолютно она безвредная, она натуральная. Это соевый лецитин. То есть, соевые бобы переработаны, получился лецитин. Добавили на пол-литра молока, буквально 100 грамм пармезана и столовую ложку лецитина. Все это довели до кипения, и дальше взбиваем блендером, пока не появится пенка. Потом аккуратно ложкой будем снимать сверху и выкладывать на ризотто. То есть, все почти готово? Да, все почти готово. Сейчас попробую ризотто, сколько ему осталось. Да? Нет? Нет. Нет, еще немного. Конечно, мы очень быстро хотим получить его. Сколько лецитин? Лецитина сколько добавили? На пол-литра одну столовую ложку. Его можно найти в любой аптеке, продается. А не нравится ли это? Но иначе у вас не получится пена. Поэтому обязательно. Но это тоже здесь такая необычная штучка в этом блюде, которая придает, не знаю, как бы интересует людей. Может быть, именно поэтому они заказывают или еще что-то. Кому что больше нравится, на самом деле. Но вот в первую очередь блюдо нужно было украсить, дополнить вкусом. Придумать. Лецитин как раз дает пену, она не падает. Чтобы не опали пузырьки, а дольше она оставалась. Нет, не вредно. Не вредно, да. Это органическая добавка. Да. Сейчас все увидите. Это делается в конце. Так, ризотто кипит-кипит. На самом деле, нет, вкус не меняет. Почти безвкусная. Лецитин, по-моему, даже в блины добавляют. Да? Не слышал. Но, наверное, чтобы были воздушные блины. Все, на самом деле заканчиваем. Сейчас буквально две минутки. Кто-то говорил. Кто говорил, чтобы лецитин добавляют? Не могу сейчас вспомнить. И лучше не буду, наверное. Нет, точно нет. Так, делаем салат. Салат? Да. А важны ли пропорции, точнее, количество краба? Или просто чем больше, тем лучше? Конечно, чем больше, тем лучше. Интереснее, вкуснее. Мы добавим немного. Продукт дорогой. И чтобы не перебивать вкус ризотто, не есть одного краба, все должно быть в меру. Илья, представляете, вторая рука? У меня чистые руки. У шефов всегда чистые руки. На самом деле, нет. Какие-то продукты, конечно, ты обрабатываешь в перчатках и так далее. А так постоянно моешь руки, все в порядке. Кстати, действительно, очень многие повара говорят, что в перчатках они просто не так чувствуют еду. Не так правильное, как им это важно. Что? Вот. Так что, не обращайте такое внимание на это. Так, ну что, Илья, у нас даже, к сожалению, говорят, что прям надо нам так творить ризотто уже. Так все, мы уже заканчиваем ризотто. Вау. Меня гонят со сцены, ребят, представляете? Подержите меня. Поэтому дайте нам еще чуть-чуть времени. Еще немного, немного. Мы закончим это ризотто. А кто будет есть это ризотто? Кто будет есть ризотто? Кто хочет? Кто хочет ризотто? Кто хочет ризотто? Все, пожалуйста, приходите в ресторан. Гус-гус. Я хотел тебе ризотто. Мы, к сожалению, должны будем именно вот это блюдо, черное ризотто с крабом. Оставить до вечера, потому что придут очень профессиональные фотографы. И вот, простите нас, пожалуйста, мы не сможем крутать. На самом деле, просто человек голоден с утра на ногах. Я подругу куличное масло и пармезан. Да, мы загущаем ризотто уже. Все, оно готово. Ох, ура. Выглядит это, конечно, очень красиво и очень интересно. Так, это мы подогреваем. И вроде бы такой черный цвет. Это не красный, да, который разжигает аппетит, а есть хочется. Да. Уже. Ну все. Все. Торопишь, торопишь. Я, это не я, это небеса. Даже ветер не дует сейчас. Все, все. Я могу спрятаться, даже уйти за сцену, чтобы не мешать тебе. Я думаю, вам сейчас необходимо найти организатор фестивалю, дай согласовать этот вопрос. Все, все, мы делаем пену. Напомни, пожалуйста, Илья, как ты делаешь пену? Взяли молоко, пармезан, лизетин, довели до кипения, взбили блендером, чтобы все у нас растворилось, там не было ни комочков, ничего. Перед тем, как подавать ризотто, немножко подогрели, еще раз взбили блендером, чтобы появилась вот такая шикарная пена, как у капучино. Вот, все, замечательно, получилась пена. Ну все, еще минутку. Молоко, пармезан и лизетин. И все-таки это не индивидуальный мастер-класс. Молоко, пармезан и лизетин. Давайте записывать. Выкладываем ризотто. Вау. Но, смотрите, можно купить и 200 грамм краба, и эти 200 грамм краба использовать на 10 ризотто. И на свой день рождения себя попалывать. Да не самый дорогой сыр пармезана. Не самый. Вот, отличная, так сказать, замена. Да, Илья? Да. Крабовые палочки. Да, 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 возьмите... И российский сыр. Возьмите круглый краснодарский рис, чернила черные из ручки. Или с породину. Что-то лучше. И у вас получится шикарное ризотто. По крайней мере, внешне никто не отличит. Главное, его не есть, пожалуйста. Ой, как же это красиво. Все, сейчас, пена, 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 подожди. Еще пена. И спрятал краба. Да вот же краб, но... Спрятал. И только выглядывает он из шикарной такой пены. Спасибо огромное. Илья Бурлазов. Ресторан Гус Гуд. Все, у кого остались вопросы и желания попробовать, что же он еще умеет готовить, приходите. Илья, я не умею готовить, но умею дарить подарки. От нашего друга, спонсора Сан-Пелегрин и Аквапан. Спасибо тебе огромное. Это было здорово, интересно и весело. Спасибо. Спасибо.